Всем здравствуйте, друзья! Целых 8 месяцев назад мы проходили демо-версию этого инди-хоррора под названием Лазарет или Лазарет. Эта демо-версия всем понравилась, и мне в том числе, потому что очень редко можно найти хоррор, который происходит на корабле. Ну и вот игру наконец-то доработали, и она вышла в версию 1.0. Поехали! 4 года назад корабль, который называется «Выносливость», исчез в путешествии через Атлантический океан. «Ты» — это член спасательной команды, которого послали для того, чтобы расследовать исходящий из этого судна сигнал бедствия. Все попытки как-то коммуницировать или связаться с кораблем потерпели крах. О, вот этого в демо-версии точно не было, смотри. Вроде настройки все нормальные поставила. Я никого там не вижу. Шторм усиливается. Главная палуба закрыта, заблокирована. Что-то еще он имеет в виду, непонятно. Типа, может быть, что на нее никак не сесть? Кто-нибудь видит, что внутри? То есть они прилетели, и непонятно, что здесь вообще, вроде никого не видно. Здесь даже негде посадить вертолет. Нам нужно связаться с командой. Джон, можешь пойти на палубу и расследовать, что там да как? Я, это Джон. Find the way below deck. Короче, нам нужно найти путь на палубу или наверх. Типа того. Ну, смотри, мы все облетели. Тут вроде бы как некуда идти. Это кран какой-то. Так, Е-интеракт. Ага. Нам нужен ключ. Ключ или, возможно, болторез или лом. Как и чем мы можем сорвать замок. Ну, этого не было в демо-версии, сто процентов. Мы в демо-версии начали сразу внутри корабля. Погоди. Кран идет к контейнеру. А контейнер, типа, как завалил нам путь. Кран может подвинуть это. Подвинь, короче, контейнер, который блокирует тебе путь. А, че такое? Ледыки. Ключ от лестницы. Тап это инвентарь и задание. Погоди. Если я сейчас проверю, у меня вебка-то как? А, давай, знаешь, даже вот так вот, знаешь, чуть пониже. Чуть пониже. Чтобы задание было видно. Конечно же, у игры нет русского языка. Поэтому, как бы, найдем какие-нибудь записки или что тут еще будет. Ну, что пойму, то расскажу. Да. Автоматическое взаимодействие с лестницей. То есть, ничего нажимать не надо было. В любом случае, смысл мы поймем, переведем нормально. Да, это кран, вот этот, который нам нужен. Хорошо, грузовой контейнер садвинули. Здесь классные звуки окружения, мне нравятся. Мне тогда в демо-версии понравилось тоже. Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет-нет. Ну, конечно, демо-версия была сыровата. Но, не там не было каких-то отталкивающих вещей, которые бы, ну, прямо оттолкнули, значит, игры, и не захотелось бы ее проходить. Нет, захотелось. Я ее ждала, на самом деле. Она буквально на днях вышла. Я так понимаю, что если мы в той части, как сказать, в передней части корабля отодвинули контейнер, то нам туда и надо. А птичка первой помощи. Типа, ну, здесь ничего нет. Здесь все завалено. А, ну вот, смотри, взаимодействие появилось. Вот нам, походу, сюда. Вот, отсюда начиналась демо-версия. Что-то предупреждение о погоде зеленое, желтое, красное. Желтый потенциально опасно, зеленая погода хорошая, чистое небо. А красное-то значит все печально. Вот он, кораблик. С качающимися этими цепями. Классно, мне тут очень понравилось. Только я в демо-версии совершенно не поняла замеса по сюжету, по истории вообще, которая здесь происходит. То есть мы, по сути, спасательная команда, которая вообще ничего не понимает, что здесь произошло. Наша задача докопаться, да правда. Так, есть какой-то проход, сюда я сигану. Здесь не открывается, здесь ничего не берется. Ну, круто же, здесь же так атмосферно. О, Саймон пишет, нашел что-нибудь. Пока нет, но, короче, выглядит так, что как будто здесь локдаун. Или локдаун, это же карантин, или блокировка, может быть так. Саймон пишет, тебе нужно пробраться на какую-то верхнюю палубу, то ли типа того, я не знаю. Но я думаю, что мы разберемся. Тебе нужно как-то обойти блокировку мостика. И может быть тогда кто-нибудь нам расскажет, что здесь происходит. Нужно на суперструктуру. Суперструктура, это скорее всего, что-то такое, типа верхняя палуба или как-то так. Так, записка. Я не помню, чтобы были записки в демо-версии. Вот сюда мы точно заходили, вот это мы будем открывать, это я помню. Несмотря на то, что это было 8 месяцев назад, я хорошо помню это. Так, записка. Продолжаются поиски корабля, который исчез посреди Атлантики. Корабль перевозил какие-то археологические реликвии. И пропал вместе с целой командой, включая известного археолога доктора Альфреда Хейса. Доктор Хейс, самый главный исследователь этой экспедиции, сообщил о том, что он нашел какой-то необычный артефакт до того, как исчез корабль. То есть до того, как исчез корабль, он как-то сообщил о нахождении артефакта. Подожди, я не помню, что в демо-версии нам давали такие записки. Потому что мы вообще не знали замеса сюжета. В демо-версии точно не знали. А больше никаких деталей об этом артефакте мы не знаем. Поэтому у нас есть какая-то почва для спекуляций. Какое-то новое открытие совершили. Ну, типа с этим артефактом. Кажется, что эта статья, которую мы сейчас читали, она самая свежая из этой стопки газет, которая содержит в себе вырезки о таких же исчезновениях или похожих исчезновениях кораблей. Исчезновения в корабле. Во, вот так вот. Ага, записка добавлена в архив. Я не помню, что здесь были бабочки. Подожди, в меню паузы ты можешь открыть notes. Ага, в меню паузы, значит, у нас все записки сохраняются. Смотри, у нас четырехзначный код. Нужно открыть кейс. Закрыто. Не знаю, я так рада здесь оказаться. Мне кажется, я посмотрела специально видос, был... Нужен, видимо, ключ. Видос был восемь месяцев назад, а кажется, как будто недавно. Воркшоп, вот этого не было. Посмотрим, насколько игру доработали. За сегодня, конечно же, мы ее не пройдем. Потому что я так понимаю, что она не на одну серию. А вот это интересно. Чувак с сосисками. Ну, типа морские сосиски, знаешь? Короче, сегодня зайдем дальше, чем мы заходили в демо-версии. А кто так поступил? Это первый тревожный звоночек? Ладно. Это не разобьешь руками. Контрол, присесть, красться. Да, это мы помним. Какие-то клешни его утащили. По-моему, в демке он просто как-то уехал и все. Так, 19.47. 19.47. И вот сюда нам нужен какой-то предмет. Наверное, мы его в кейсе и возьмем. Что такое? Сохранялка? Фу! Вот у меня мурашки пробежали, если честно. Знаешь, они похожи на какие-то статуи, которые очень давно уже в море как бы стояли, обросли какой-то известкой и морскими огурцами. Ладно, 19.47. Если я не путаю. А если я путаю, то это печально. Мы сейчас не пугались. Так, элеватор. Это же здесь? Так, давай неправильно. 19.40. Хорошо. 19.47. Нет, здесь не ключ. Здесь не ключ. Здесь артефакт, якорь, реликвия, якорь, релик. Релик это что может означать? Ну, я знаю, как это решать, потому что мы это уже решали. Идем обратно. Ты что встал? Ты куда пошел? Знаешь же, наверное, мне нужно по своему телефону позвонить команде. Запоминаем, что дверь, кстати, заблокированная. И сказать, что здесь белые люди ходят. Вот это очень странно. Подожди. Я нажимаю на F, а он мне говорит, I don't have a flashlight. Ну, смотри, здесь кто-то вполне живой. Воркшоп. О, а вот эту комнату поменяли. Она была вообще не такая. Здесь не было решеток. Короче, некоторые члены экипажа, команды отчаянно пытались пробраться на главную палубу сегодня. И они игнорировали приказы капитана не выходить наружу. Короче, какая вот эта система погоды, система блокировки по погоде или чего-то такое, она останавливает их от того, чтобы попытаться снова это все сделать. Нравится нам или нет, но мы здесь застряли. В любом случае, так, записка добавлена. А мы будем открывать это? Что? Спрятанный обол? А, они добавили что-то типа каких-то коллекционных монет. Хайд. Прятан не в шкаф. Стеер вэл ки. Мне хочется узнать поподробнее историю того, почему вот эти вот люди стали такими глиняными какими-то. Так, и меня научили бежать. Прикольно. Звуки окружения классные. Мне нравится. Атмосферка атмосферная. Я так понимаю, нам в ту дверь, которая закрыта. Саймон пишет, короче, выглядит так, что у нас утекает топливо. Лик это утекать. Я практически уверена, что это так. Нам нужно возвращаться прямо сейчас. Но мы вернемся как только как сможем. И пока мы не вернемся, у нас не будет коммуникации. Что? Нас, получается, кинули, что ли? Типа они прилетели, сказали нам идти и расследовать, что здесь происходит. Потом они говорят, у нас на вертолютике своем какая-то утечка топлива и давай, знаешь, сам разбирайся, но мы вернемся как сможем. А кто запер дверь? Зачем они дверь заперли, когда я не успела сохраниться еще? Непон. Вы разблокировали это. Даже не дали мне сохраниться, смотри-ка, что. Ну, может, здесь дадут. Я помню, что демка закончилась на том, что мы вот на этом этаже разгадали какую-то загадку. Кстати, там, по-моему, часы как-то фигурировали. И после этого, короче, на нас бежал какой-то морской мужик и демка закончилась. В нашу последнюю остановку мы пиктап пиктап это не подняли, а как бы взяли себе еще одного экстра пассажира. Это все, если честно, как-то необычно. Я пытался спросить капитана про новое прибытие, но он как-то увиливает от ответа постоянно. Короче, не знаю, что он хочет сказать, но он говорит, что этот загадочный пассажир какой-то, за которым он будет присматривать хайт. А, сохранку дали, вот хорошо. Здесь что? Слишком темно. Слишком темно? Типа согласна. Давай в empty слот мы записали. Слишком темно. А, это же игра про свистунов, точно. У нас там была какая-то записка про свист. Restricted Aria. Вот сюда на дверь что-то надо будет вставлять. Это в честь чего? Погоди, а мне как бы... А ломик... А, мне вернуться надо будет? Вернуться в ту дверь заколоченную, наверное. Конечно, take. Picked up crowbar. Кто видел, что тут чел выглядывал? То есть, я так понимаю, что в той комнате мы возьмем фонарик. но обратно возвращаемся? Нифига, быстрая загрузка. А, подожди, она вниз или, на-моему, вниз? Так, воркшоп. Да, любезно открыли нам дверь. флешлайт. Флешлайт Солярис. А что там у вас? Круто, что этот флешлайт светит не вот таким вот кружочком. Типа, знаешь, бывают фонарики в играх, которые светят там на один сантиметр. А он светит прям так нормально. Статуи начали появляться на третий день. Это была лишь первая или вторая. Ой, появилась только одна или две. Но все больше и больше показывались каждый день. И к концу недели здесь были десятки статуй. Некоторые страницы утеряны. Некоторые статуи начинали двигаться. Они уже убили трех человек. Когда была эвакуация из карантинных зон, я посвистел, чтобы привлечь внимание команды. И одна из статуй посвистела мне в ответ. У нас было всего лишь или только лишь одно убийство на прошлой неделе. Я не знаю, правильно я сейчас думаю или нет, но наверное правильно. Свист, было доказано, что свист это эффективный путь для того, чтобы избегать опасности. Они не будут отвечать тебе, если ты слишком близко. Или думаю, что они не будут отвечать тебе, если ты слишком близко. я все еще думаю, то, что самый лучший вариант для всех оставшегося, для всей оставшейся команды, это найти безопасное место. Двигатели остановлены, но мы не можем пройти на мостик. Есть что-то еще на этом корабле, и оно блокирует коридоры, выискивая выживших. Самое безопасное место сейчас в этой комнате. Я просто надеюсь только лишь на то, что нас скоро спасут. Как-то так. Кью для того, чтобы свистеть. Как я говорила, когда проходили демку, я так и не поняла, как именно использовать свист для того, чтобы избегать опасности. Механика интересная, задумка классная. Я еще не играла в игру, в которой бы свист использовался для взаимодействия с врагами. Однако, как это использовать правильно, понятия не имею. Я думаю, мы переживем какую-нибудь нелепую смерть, а потом поймем. То есть со статуями как-то чувак выяснил, что взаимодействуем при помощи свиста. Не, я, пожалуй, сохранюсь в тот же слот. Так, и где было слишком темно? Пошли-ка сюда, сходим. Знаешь, такие взаимодействия здесь? Надо близко подойти к двери, чтобы что-то получилось. Storage? заперто. Но эту загадку я помню. Правда, как до нее додуматься, я не помню. Звуки на фоне класс, просто. Так, storage проходим вот сюда. заперто с другой стороны. Да, мы попадем в ту комнату. Только как, я не помню. Не понять. А здесь это пряточка? Да, это пряточка. Пацаны, как? Нормально все? нельзя открыть руками. Лаунж. Типа зона отдыха. Так, проектор. Слайды отсутствуют. Прятка нет? Слайды отсутствуют. Понятно. Видишь, здесь не во всех шкафах можно спрятаться. Ты открывай. Он убил почти всех из нас. Но он не просто убил. Некоторые из нас были помечены. Парой старых монет, размещенных на глазах. и спустя некоторое время тело начинало двигаться снова. Я не видела, что произошло дальше, но я это слышал. Ломание костей, разрывание плоти и затем тишина. Тело ушло после этого. По крайней мере, в любом случае почти все тело. Что имеется ввиду? Монеты? Find somewhere to hide. Найди где бы тебе спрятаться. Он с водорослями, смотри, какой человек. С какими-то водорослями, цепями. Но я сейчас с сохранением вообще бесстрашной стану, да? А, открыли. Да, открыли, по-моему, вот эту дверь. Что там? Ага. Они все остановились в одно и то же время и показываются на часы. А одно и то же время... А! Он. одно и то же время. Смотри, какое здесь время. Без 25 и 11. 22 35 получается. Ну, сейчас попробуем. что-то не в ту сторону, да? 22 35 Ааааа Чего? 11 35? Я что-то не поняла, что я не так сделала. Так, скрю драйвер. Отвертку взяли А, ну, кстати, смотри, даже свет такой, свечение появилось Здесь должна быть анимация, но ее нет А, это куда мы выходим? А, здесь заперто Так, что в этой комнате нам нужно? Записка Короче, команда и я должны быть способны найти, расследовать, узнать больше об этом загадочном пассажире Его имя? Эрин Хейс Его имя Эрин Хейс Почему-то написано ХИС, а не ХЁ, то есть это мужчина Эрин Эрин вроде женское имя Ну, давай так переводить Его имя Эрин Хейс и он доктор археологии Короче, у него есть какой-то груз в хранилище или в грузовом отсеке, чуть не могу понять Но я еще пока не обнаружил, то есть как бы или не расследовал, что такое у него там за груз Вся эта ситуация какая-то странная Ага, месяц Мун Сигил Сигил это же печать, по-моему Печать и слайды Да, дверь, которая была заперта с другой стороны Печать и слайды Так, а что-то я как-то странно обхожу все это окольными путями Ну, записок точно не было С объяснениями того, что происходит до 100% Так, Мун Сигил поставили У нас там должно быть еще солнышко Так, флешлайт выключаю, а то ничего видно не будет Ну и что, слайды втыкаем? Что там нам показывают? Комната с сейфом, сейф? А, и кнопочка Ну Комната с сейфом, сейф и кнопочка Слушай, где-то комната с сейфом находится По-моему Нет, мы в нее заходили недавно, блин А, во-во Газовый баллон отодвигаем И открываем сейф Так, Сан Сигил Ну все Все, считай, демо-версию прошли Так, на ту дверь ставим Сан Сигил И все Дальше я не знаю, что будет Так, допустим Слушай, ну что бы подумал человек Из спасательной команды, который такое увидел Какой странный чел Че? Автосохранение здесь есть? Все, о чем будет дальше, никто не знает Погоди, сколько их тут? Это команда же? Найди путь назад В верхние палубы Он сюда свалил Убил всю команду? В оранжевом? Это же кто? Это же сотрудники, как бы, корабля Работники Собственно, это их же записки мы находим Так, элеватор Ага Двигаться надо Бойлер Опа, смотри, какой элеватор Фьюз, предохранитель Отсутствует для элеватора Большой лифт, видать, грузовой Или как? О Сохраняшка Сохраняшка Не ожидала, если честно То, что в игре будут такие сохранения Да, в принципе, свет Ну, хотя, да, свет нужен Пацаны? Карго холт Типа, хранилище грузов Типа, мы заплыли в туман Фокбэнк Че имеется ввиду? У нас не было шанса А, оплыть это И поэтому мы просто поплыли вперед И что-то в этом меня тревожит Например, вот так вот Со всем тем, что происходит Внутри нашего корабля Как бы на нашем корабле Есть такое предчувствие То, что это какой-то плохой знак Вошли в туман, насколько я понимаю Вот это неожиданно сейчас было А я могу что-то взять Тут полезный всякий инструмент, например Чего? Погоди А, что-то стой Я не поняла, зачем мне идти В этот, в трубопровод Хотел сказать А, потому что здесь больше выхода Другого нет Понял Все понятно В трубопровод В вентиляцию Ладно, погнали Просто вперед Ну, нам нужно тупо Обойти ту дверь Посвистим на всякий Надо понять Докопаться Как работает эта механика Свиста Ух ты Вот что такое Это запоминать надо Какая-то часть загадки А, нифига Это что такое Это получается буква С Со стрелочкой Запоминаем Зеленая Это буква С Со стрелочкой Вот она Вот это Неждан Еще записка Я присматриваю за доктором Хейсом Во время этого путешествия И его поведение Мне кажется Очень странным Странным Или отстраненным Даже не знаю Что имеется ввиду Он старается Избегать команды И Отказывается Разговаривать С кем-нибудь Он обычно Все свое время Посвящают Каким-то Странным Изобретением Contraptions Он установил Какие-то Необычные Закрывающие двери Механизмы По кораблю Он не может Даже Он не может Даже А, ты не можешь Сейчас пройти Даже от Воркшопа До До Бойлер-рума До комнаты С бойлером И капитан Ничего Не собирается Делать То есть капитан Ничего не собирается Этим делать И как-то Этому Помешать А Что со звуки Опа Трезубец Трезубец Морской Это такой Фиолетовый Цвет А Разгадка В этой Комнате Трезубец Морской Фиолетовый Цвет И Какая-то Луна С Человечком Подожди Трезубец Морской Фиолетовый Цвет Вот он А здесь Была Луна С Человечком Вот такая Вот это Подбором Сейчас Подберем Да Нам Три штуки Известно Четвертую Нам Зачем Искать Секьюрити Так Карго Холт Один Ну мы Вот там Были Короче И пробрались Вот сюда Че ты Стучишь Не стучи Сказала Тебе Какой Контейнер Это Ты Отстань Ты Не заражен Тебе Нужна Моя Помощь Если Ты Хочешь Выбраться Но Я Хочу Кое Что От Тебя Есть Шиппинг Манифест В Секьюрити Руме Короче Мне Его Дай И Я Тебе Покажу Как Выбраться Тебе Нужно Взять В Секьюрити Руме Шиппинг Манифест Какой То Чего Правила Правила Плавания Или Что В Секьюрити Руме А А Как Вы Хотите Чтобы Я Прошла В Секьюрити Рум Найди Шиппинг Манифест И Обратно Иди В Карго Холд Не Хорошо Мы знаем Где Секьюрити Рум Но У нас Закрыто Короче Двери Не Откроются Пока Другие Карго Холды Флудят Флудят Я не знаю Че Давай Двигай Все Что Видим А Короткий Путь К Элеватору Смотри Не хочет Отвечать Так Ну Допустим Энжиниринг Здесь Прятку Мне дают Да Дают И Короче Мы Плыли Через Этот Туман Уже Который День И И И Как бы Нет никаких Признаков Того Что Туман Собирается Рассеиваться Это Как-то Немножко Меня Дезориентирует Туман Туман Такой Плотный Что Ты Даже Не Можешь Сказать День Сейчас Или Ночь Капитан Приказал То Что Время Проведенное Командой На Главной Палубе Должно Быть Лимитировано То есть Как-то Ограничено Только Очень Важными Работами Я Надеюсь То Что Мы Скоро Выберемся Отсюда Что За Проходы Все время Это Тупик Я Так Понимаю В этой Игре Мне Открывают Одну Область За Другой Тут Жесть Прогрузка Между Чистями Локации Слушай Или Вдруг Мы Доиграем До Того Момента Когда Чуваки Станут Для Нас Опасны Так Valve Handle Valve Handle Крутильня Клапана Так А где 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 нам Нужно Крутить А Вот здесь Что Ли Карго Холд Ну это мы поняли Карго Холд Хорошо Здесь Что Что Упало Здесь Какая-то Пропавшая Часть Вот и Памп Короче Водяного Насоса Пропавшая Часть Водяного Насоса Секьюрити Плывем Через Этот Туман Уже Два Дня И Кажется Что Конца Этому Нет С утра Этим Утром Навигационное Оборудование Перестало Работать И Теперь Двигатели Отрезаны Кат Аут Отрезаны Что Ли Мы Очень Сильно Работаем Над Тем Чтобы Починить Их Но Мы Мертвые В воде Прямо Сейчас Что Имеется Ввиду Мы Послали Сигнал Бедствия Я Не думаю Что Я Буду Способен Спать Сегодня Подожди Water Pump Ну Ладно Нас Послали В любом Случа В Секьюрити Рум Я Думаю Оттуда Надо Начать Там Уже С С С Вод И Памп Разберемся Так Секьюрити Рум У нас Здесь Не могу Поверить Реально Что Ли Какой-то Член Команды Сидит В этом Грузовом Грузовом Как Называется Грузовой Контейнер Ну а что Должен Кто-то Выжить Что Шиппинг Манифест Есть что-то Очень странное В Грузовом Хранилище 2 Я Услышал Странный Ритмичный Звук Исходящий Из Контейнеров Я Постарался Инвестикировать То есть Расследовать Но Этот Инспектор По грузам Остановил Меня И Я Сказал Ему Проверить Что там Такое И С Этого Времени Я Не Слышал Никакого Звука Грузовой Инспектор Ничего На это Не Ответил И Как бы Сказал То Чтобы Я Забыл Вообще Об этом Случае В смысле Он меня Бьет Мне Нельзя Было Свистеть Или Это Было Просто Потому Что Я К нему Подошла То есть Такое Ощущение Что Знаешь Что Механика Начинает Разворачиваться Бывает Такое В играх То Что Сначала Вроде Как Враги Тебя Не Трогают А Потом Начинается Жесть Единственное Что Надеюсь Что Это Будет Проходимо Да Смотри Он Меня Бьет Не Потому Что Я Свистела А Потому Что Я К нему Вплотную Подхожу Да Здесь Никого Нет Это Глюки Глюки Что Не Не Прочитала Подожди Флудит Я сейчас Постарю Что такое Флудит Может быть Это Затоплен Флудит Мне непонятно А Что Реально Что Затоплен Я Я Был Уверен Флудит Жду здесь немножко подольше. То есть, смотри, раньше мы подходили к статуям, нам ничего не было, теперь они нас хотят бить. А потом, получается, мы не сможем передвигаться. Какая-то вот... Какая будет механика? Непонятно. А фьюз на элеватор я тогда иду не в ту сторону. А где... Был же какой-то короткий проход. Да, вот он. Фьюз на элеватор, и я хочу вот это вот сделать. Элеватор. Мне так нравятся вот эти дверки, прикольные вообще. А, ну то есть, мы едем все-таки вверх. Может быть, у нас как-то задание на верхнюю палубу забраться пройдется. Че-че-че-че-че, мы сюда идем? А, найти часик для ремонта водяного насоса. Сохранение? Не поняла. А, блин, не в ту сторону. Классно все так сделано, реально. Карка-холд. Хранилища грузов. Короче, мы стараемся запустить двигатели. Но успеха у нас в этом нет. Некоторые из членов команды начинают, как сказать, отчаиваться, или как. И, к несчастью, многие из них, так я понимаю, многие из команды, также как бы приобщились к хобби доктора Хейса устанавливать, строить какие-то рандомные изобретения. Или, как он ставил замки. Я к челу лучше не буду подходить. Контроль удерживающих дверей груза. Что-то типа того. Какая-то часть отсутствует. Safety storage room key. А мне уже нужно это двигать? Или это не надо двигать? Подожди, safety storage room? Что это такое? Ну, здесь тупик. Комната хранения какая-то. О, пацаны. А, мы куда шли? А, это обратно к элеватору. Карго-холд, наверное, сюда. Вот это крипово, реально. Смотри, сколько их тут. Safety storage room key. Нет, не сюда. Что? Я видела кого-то из команды в оранжевом. Я все еще пытаюсь понять, что не так. Вот он. А, safety storage room key. По-моему, он постоянно двигается. Ничего, нельзя отворачиваться от него? Давай проверим. Или мне его нужно держать в поле зрения? Такая механика, что ли? Ну-ка, посмотри, давай проверим, если я отвернусь. Ммм. А, еще и близко не подходить. А, если у меня бьет, он исчез. И что? А, это я поняла. А, мы получили радиосигнал от спасательной команды сегодня. Мы очень старались им ответить и дать им понять о нашей ситуации. Но мы не могли передавать сигнал. Нет никаких признаков того, что сюда бы... Короче, через туман не видно никаких признаков прилета самолета. Самолета, говорю, вертолета. Через некоторое время мы услышали то, что спасательная команда сказала, что они не видят никаких признаков корабля и будут искать, начнут поиски в другой зоне. Очень странно, потому что они сказали о том, что они очень хорошо видят все на горизонте. То есть у них клея вью, то есть чистое поле обзора. Ну и радиос этого времени молчит. Чувствую себя больным. Наша единственная надежда – это запустить двигатели. То есть, получается, они имеют в виду то, что хеликоптер, этот вертолет, выехал все-таки на поиски этого корабля, который подал сигнал бедствия. Я просто пытаюсь понять смысл записки. И потом спасательная команда как бы переговаривалась и сказала то, что они не видят корабль. И в этой зоне, в которой он действительно находится, они его не видят и будут искать в другой зоне. Я правильно понимаю? А что здесь должна взять? По-моему, ничего. Я открыла все шкафы, но в них... Ничего нет. Так, ну мы взяли часть паззла. И нам туда надо каким-то образом вернуться. Здесь можно, да, фонарик не включать, здесь достаточно светло. Ну вот, чувак, по сути, нужно на него постоянно смотреть, чтобы он не двигался. Так, что нам нужно? Нам нужно пустить вот этот вот сигнал. А, фигово. А, ну не, не фигово. Пустить сигнал, короче, снизу вверх. Ну, хорошо, окей. Сто процентов это вот так. Хотя, может и не так. А, ну я могу запустить его вот в эту сторону. И как-то еще надо вбок пойти. Куда я могу вбок пойти? Не, фигово получается. Все еще не так просто. А, ну может быть обойти вот так? А как я обойду? А, слушай, тут загадка не на 5 секунд получилась. А, как я обойду-то? Может, мы все-таки должны пойти каким-то другим путем? Например, мы пойдем вот сюда. Да. Вот так вот мы его обходим. До свидания. Хорошо оставаться. По сути, мы что-то открыли. Найди части этой водной помпы. В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле вот этой водной помпы... Тómo... Новigолевыеwość Блин, а куда идти? Это я что-то нашла? Инжиниринг. Ни фига, это что? Офигеть. Вообще представить, какой корабль огромный. Он просто офигеть огромный. Нет, 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 ладно. Да ладно. Все, пипец, у меня флешлайт улетел. Пипец, без фонарика просто сидеть. Чего? Я опять что-то сделал не так, да? Я проснулся рано этим утром от какого-то громкого царапания или какого-то такого звука, который исходил со стороны корабля. Непонятно с какой. Я подумал, что мы что-то задели в тумане, но когда я побежал на главную палубу, ничего не обнаружил. И вот другие звуки тоже слышал на протяжении дня. Какой-то звук скрежета металла и всякие другие. Источник каждого звука был исследован, но мы ничего не нашли. То есть шли на звук, но непонятно, кто его издает. То есть я нашла отчасти water pump, но при этом она прикручена, как написано. Прикручена, а флешлайта у меня нет. Заперта с другой стороны. Так, чел, давай я тебя вот так обойду. Чтоб ты меня не бил. Очень странная комната. И не понимаю, зачем в корабле вообще такое должно быть. Или это какие-то выдумки разработчиков. Да ладно. Что-то проживело вроде как. Что-то проживело. Сейчас пробираемся. Какой-то инструмент найти. Типа отвертки. Здравствуйте. Я просто возьму гаечный ключ. И меня здесь больше нет. До свидания. До свидания. Стоит, смотри, молодец. Заперто. О, мне дали записку и сохранялку. Мой отец числится пропавшим уже год. Но сегодня я получил странную посылку от кого-то, кто представился так, кто представился так, как будто его знает. Внутри посылки был странный артефакт. Я такого никогда раньше в жизни не видел. Предположительно, в течение одного из его экспедиций, мой отец нашел три похожие, три этих реликвии. Или артефакта, видимо. Два из них, допустим, артефакта, два из них были при нем, когда он исчез. И этот один он послал мне. Держая эту реликвию в своих руках, я знаю, что она что-то сделала, как-то помогла, что ли, или как-то участвовала в этом исчезновении. Однако я могу использовать эту реликвию для того, чтобы найти его. Что-то типа того. Ну что, друзья, я могу сказать одно. Атмосфера здесь мне очень нравится. Пока непонятно, как взаимодействовать с этими скульптурами. Хотя мы поняли, что когда мы отворачиваемся, они начинают за нами идти. И могут даже нас бить. Что будет дальше, непонятно. Что тут за главный босс, тоже непонятно. Мне нравятся интересные записки. Они реально рассказывают историю того, что здесь происходит. Какие-то артефакты, какие-то археологические раскопки, какой-то доктор Хейс. Загадки тоже неплохие. Вроде как и не сильно голову ломаешь, и одновременно нужно туда-сюда сходить. В общем, мне все понравилось. И на этом серию будем завершать и продолжим в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. И мы с вами очень скоро встретимся в новых видео. Всем хорошего настроения и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok